Девушки отдыхают Блондинки в загоне 3 Именно здесь отчаянные красотки сражаются за звание супермодели года И невероятный приз – миллион запертых в чемодане Из 21 участницы в проекте осталось 12 Напряжение настолько велико, что поссорились даже ведущие И сегодня нас ждет еще один интересный день Это реалити-шоу «Блондинки в загоне 3. Битва на миллион» Доброе утро всем! Доброе утро! Как настроение? Отлично! Мы начинаем первое испытание И это будет, знаете, такой некий эксперимент вашей светлоголовой лаборатории Но для начала вам нужно поделиться на две команды Команда умных и команда красивых Прошли! Давайте! И я хочу сюда! Я хочу быть красивой! Очередь выстроилась огромная, конечно же, в команду красивых Мы с тобой вдвоем умные? Я так думала, что если бы некоторые девочки не пошли бы в команду умных Была бы драка за место красивых Девочки, давайте, кто умный сюда! Мы красивые! Я вроде и ничего такая внешне, вроде и не тупая, как бы, а так, чтобы или красивая, или умная Как выбрать? Как выбрать? Красивые, значит, шесть человек И умные, раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть человек Все отлично! Я, конечно, и умная, и красивая Но я думаю, что я все-таки отношусь больше к красивым Потому что блондинка не может быть умной очень На самом деле умная модель или красивая, и то, и другое часто в карьере имеет очень важное значение Но, с другой стороны, очень важна еще удача и везение И вы знаете такое выражение «попасть в нужное время в нужное место» Или вытянуть счастливый билет Собственно, вы сейчас будете тянуть ваш счастливый билет А вот и билеты, колода карт, среди которых только одна счастливая Но сначала команды должны выбрать себе капитанов Самая красивая и самая умная, соответственно И на это у вас есть 30 секунд, время пошло Настя, давай, Настя Меня? Я вам говорю, давай, Настя самую умную Когда меня в первом конкурсе выбрали лидером команды Ну, для меня это было, во-первых, неожиданностью Давай мозг, сделаем разминку мозга Все-таки девчонки разглядели во мне, ну, то, чего не видели раньше Давайте на Юзефа Юзефа Майной огонь Да какой огонь? Мы с Юзефа играли Мы не могли решить, кто из нас самая красивая Смешно, что умные сразу себе выбрали А красивые до сих пор не могут решить Ну, а пока красивые решают, расскажем правила На столе лежит 52 карты Среди них один Джокер Его нужно найти Капитаны по очереди будут поднимать карты до тех пор, пока не откроется Джокер Проигравшую команду ждет неприятный сюрприз Я думаю, блин, ну не может такого быть, чтобы мы играли в покер или еще что-то на желание Вот, и тут оказывается, что она на удачу вытащит Джокера Капаж подбрасывает монету Орел И испытание начинается Давай, давай мозг, давай, давай Балет Балет мне улыбнулся Опа-па Я действовала, в принципе, как интуитивно со своей стороны, но при этом слушая всех девчонок Вот эту? Да нет, вот эту Понимаешь, все хотят разное, я не могу все сразу взять Господа, делаем ставки Там у них рау-флеш Блин, ну что так мало? Один раз я подсказала, я подсказала неправильно, и все, и решила больше в это не влазить Смотрите, я хочу здесь Блин Ну что-то не то напрягается он и я У меня не те мысли напрягаются Настя вытаскивает одну, сначала другую карту, не она Я говорю, ну вот эту, ну давай, ну давай Нееет Она вытаскивает, а там Джокер, это было очень круто Поздравляем команду умных А вот теперь обещанный сюрприз У ведущих есть корзина, в которой лежат фанты для проигравших Держитесь блондинки, будет весело Каждая тянет по фанту и в течение дня вы должны будете это исполнять Ходить целый день в шубе В такую жару ходить в шубе, мне кажется, очень тяжело Ну, главное, я буду гламурна Весь день говорить только словами, в которых есть буква Б Везде, где ни попадя вставлять Б, но это тяжело Блин, это вообще полный капец Каждый раз, услышав слово Макарена, остановиться и танцевать Макарена Это Макарена, я, наверное, эту Макарену на всю жизнь запомню Очистить дом от насекомых в Собранской колорадо Ты будешь нашим супергероем Викой Колорадо Она всегда в комнате, когда видит паука, она жутко кричит Она боится насекомых Она там всего их две, что ты там шаманишь Весь день ходить в образе Артура Пирожкова Я не перевариваю его Он какой-то пошлый, он какой-то считает себя звездой, там, прочим Мне это не нравится Искупаться в вечернем платье переваривать Громче, громче Искупаться в вечернем платье перед вечерним советом У нас кое-какая красивая сегодня Будешь, такая нарядная И мокрая Ну, я думаю, что я справлюсь с этим заданием Это, с какой-то стороны, даже круто Единственное, что все девочки на совете Будут очень красивые и яркие И я буду как мокрая курица Я так понимаю, сегодня нам будет весело А у тебя есть какое-нибудь желание? Ну, кофейку бы попить Ну, пошли Пока умные блондинки расслабляются, красивым приходится напрягаться Мерзкие твари, боже, ой Вот еще Ах, сколько их тут Ах, вот ты где спрятался от меня И вот такой маленький Сюда идите, к мамочке Самая такая интересная Миссия досталась Вике Собрать этих жуков Нормальное такое задание Не каждый сможет выдержать Собрать этих жуков Ах, боже мой, что я сделала Всех сюда Так, ничего Спасу я весь дом от вас Так Так, так, так Нет, мне не холодно Мне прекрасно Получше, чем вам Жарко, бешено Потому что, видимо, эта шуба рассчитана на 30-40 градусный мороз Мне вообще сказали, что в ней на Аляску ездили Я вот думаю, что вы мне сейчас завидуете, честное слово Смотри, как классно Мы можем сделать вот так Ай, нет, горячий кот я пью Нет, спасибо, девочки Я уже позагора Ну она молодец Она вот так Ничего, мне не жарко Все, зато я красивая Ну и так надо уметь Вот она молодец Не дей краб нему Не дей краб нему Не надо Вот стерва, а Вот стерва Иди в бассейн, чур тебя Ну что, в предыдущем испытании мы проверили вашу интуицию И результаты, собственно, налицо Алина, как дела? Привет, все об отлично Я бы с кобра Наобучусь Рабзговаривать С буквой Б Кто меня понимает Тот молодец Отлично Сейчас мы проверим вашу сообразительность Перед вами стоит картина с отверстием Куда каждый из участниц Будет вдевать свою голову Вы поделены уже на две команды Соответственно, красивых и умных Каждый из участниц будет задавать Уже, когда голова будет в вырезе Наводящие вопросы На которые вы, девочки, будете отвечать Либо да, либо нет Та из команд, которая справится с заданием Быстрее всего Соответственно, и победила В детстве я играла в игру Наподобие, как сегодня Только мы клеили, получается, бумажки на лоб Кто-то писал, например, нам Снежная королева И ты спрашиваешь, что же самое Я женщина, а мужчина Там и все такое Это очень тяжело, на самом деле Игра такая сложная Ну что ж, давайте наслаждаться Чистой, безупречной, железной логикой блондинок Я человек? Да Я женщина? Нет Мужчина? Да Голливудская звезда? Да Оооо Их много А, это триллер? Нет Это мелодрама? Нет Это комедия? Брюс Виллис? Нет Ой, нет Брюс Всемогущий Как он там его зовут? Да Он комик Ну да Кривляется вот так вот Да А у Каза Павла, да? Да Как его зовут сейчас? Я мультик? Да А я девушка? Нет Парень? Да Гуратино? Нет Корова? Нет А невеста у меня есть? Да А это животное, а не моя невеста? Да Супер логика Я убиваю людей? Да Брюс Виллис? Нет У меня есть подружка? Нет Нет Что я одиночка? Да Я убиваю в одиночку? Да Да Я наемный убийца? Нет Нет Я хоть на нем внешне похожа сейчас? Да 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 Брюс Виллис? Брюс Виллис? Брюс Виллис? Джонни Дэк? Нет Я человек? Нет Я животное? Да Собака? Нет Это из мультфильма? Да Кот? Нет Какой-нибудь бурундук? Нет Я с хвостом? Да Животное с хвостом? Они все с хвостом Ну, блин, я не могу ничего вспомнить Я мужчина? Да Кентавр? Нет Сейчас, я мужчина Известный? Да Очень известный? Да С 74-го года Почему? С 74-го? Почему? Я известный мужчина Я не кентавр Не за 40 Что же это такое? Сейчас Привет Да Николай Масков Нет Мои песни хит Да Сейчас, сейчас, сейчас Сейчас, сейчас, я певец Я певец Это актер? Нет Актриса? Блондинка? Нет Молодая? Да Она белокожая? Нет Темнокожая? Бритни Спирс? Нет Ну, близко же уже, близко Давай, давай Это, это как ее? Она в Джеймсе Бонде снималась? Нет Коли Берри? Угадывай дальше Что, что? Кто ты? Женщина-кошка Да Ну, если такая логика у умных блондинок, то что же в голове у красивых? Я врач Нет Я милиционер Нет Я повар Нет Я, 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 я злая А Нет Б Нет Г Нет О Нет Б Да Удачи Об? Нет Об? Нет Об? Нет Об? Нет Энб? Да Да, да, да Обшие? Большие? Нобшие? Большой? Нет Большой об нос? Чуть-чуть Зубы? Кривые? Не видно Ну ты ж лицо Ага Какая? 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 Коньгот Кошевар Я разноцветная, да? Нет. Я животного там играю? Нет. Человета? Цвет? Желтый? Да. Желтого цвета. Господи, кто, что у меня есть желтого? Господи. Солнце? Нет. Апельсин? Да. Желтый, желтый. Р? Нет. Е? Да. А, футболист Бэкхэм? Нет, 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 нет. Бернардо, блин, как у меня. Думай, все его знают. Здесь его знают все. Бернардо. Нет, ты бы называла его. Маргоша, не тупи, пожалуйста. Я понимаю. Б? 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 У нас звание кто-то на бэ. Вот перечисляй все, что ты знаешь. Не знаю, но сейчас забыла. Ну так, вспомните. Понимаю. Б? 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 Б?إ? Б? minimum qué sounds honestly bad. А, до сих пор мынtitим. Конечно, страшно этот конкурс было угадывать, потому что это реально задание такое, на логику. Результаты таковы. Первая команда не угадала двоих персонажей. Я сдаюсь. Вот ты сейчас скажешь, что ты лошара, Аанька. Девочки, я сдаюсь. Я не знаю. Извините меня, я не знаю, я сдаюсь. Ну а команда номер два угадала всех персонажей, но, но, халтурила. Да, вы подсказывали, показывали. Показывали колобка, сумоиста. Желтый, желтый. Да! Давай, давай! А, я сумо! Да! Мы это заметили. Соответственно, победила команда. Нет, победил вообще никто. Никто? А кто? А в результате победил Сережа Ван Дамп. И Макарена. Та-та-та-та-та-ра-ра. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Эээ, Макарена! Воу, воу, детка, подожди. Играем в умную блондинку. До вечернего совета остается еще немного времени. Команда умных выиграла в первом испытании и заслужила отдых. А какой же у блондинок отдых без сплетен? Как вам сегодня задание? Ну, у них клевое задание. А Маруся? Если честно, вот ее шорты мне не понравились. А мне вообще кажется, что она с образцом не справилась. Просто это вообще не Маруся. Артур Пирожкова – это как раз противоположность Маруси. Он разговаривает медленно, размеренно. А Маруся тиреет. Она должна была изображать Артура Пирожкова. И как-то не совсем хорошо у нее это получается. Когда ты вот человека не знаешь, и тебе говорят, споридируй его, ты его клип действительно никогда не видел до конца, кто он такой, как он разговаривает. Я бы приставала к каждой участнице, просила как-нибудь номер телефона. Ну, представь, вот я бы тебе подошла. Девять, семнадцать, двенадцать. И потом таксисами. Да? Короче, вы справились. Мне не очень нравится. Ей тяжело, реально, ей тяжело играть. У меня очень сильно болит спина. А я постоянно хожу, как он. И вот так вот делаю, как он там. Лежу на травке, пою там. Ну, в общем, неплохо. У кого бы самое сложное задание было? Мне кажется, у меня самое сложное задание. У меня это макарано уже вот здесь сидит. Да ну и что там за этих жучков пособирать? Да ладно, тебе такой вонючий жучков. Они шевелятся и иногда кусаются. Я их изначально собирала в ладошку. И они, когда их было много, они меня прям аж кусали. И вот это оно шевелится. Жучков, говорите? Жучков? А я их всех собрала. Угощайтесь, девочки. Приятного аппетита. А я их собираю. Виктор, слушай, на жаре. По всему дому. Самое фиггубовое задание у Маруси. Кстати, да. Что ты делаешь? Говоришь бы, что ты просто псевсуахный? Я звезда. Ты вообще не похожа. Я тоже так могу. Такое ощущение, как будто пирожков тут засыпает. Но я не сказала бы, что она справляется. Она выпадает с образа. Как только камер нету, она сразу становится обычной Маруси и ходит просто как обычно. Такой полуздохший пирожков. Пока брен. Ты в шубе попрыгай. Попрала, потанцевала и сбросила калории. Это еще и польза. Попробуйте побавить, как бы я. Я себя чувствую каким-то дабуном. Таким дабуном. На всю голову просто бдабуном. С этим бэ это вообще капец. Я даже, ну я не представляю, как Алинка справляется с этой бэ. Я считаю, что у меня самое сложное задание. О, сложное. Кто бы тебя сложного? И начнем с того, что это мои вещи. Самое классное. Самое изящное. Ляпнуть в бассейн. Еще и стоять на совете с потекшей тушью, с разрушившейся себя прической, касавица будет. Где говорить и говорить? Макарена. Макарена. Я поняла, что сама не справлюсь, поэтому позвала на помощь свое альтер-эго мисс Визинсекция. И для того, чтобы избавить наш блондиностый дом от этих мерзких жуков, я использую наш самый крутой блондинистый плащ. Прежде всего, спасибо всем за сегодняшний день. Как мы и предполагали, он действительно оказался интересным, очень насыщенным. У нас еще осталась одна девушка, которая не выполнила свой фан и обещала сделать его на вечернем совете. Встречаем! Ох, Лера! 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 То, что Лера вытащила такой фан, ну это было интересно и реально все девчонки ждали вечера, чтобы это увидеть. Итак, выступает олимпийская чемпионка по прыжкам в воду в вечернем платье и на кэблах. Лера! Я еще очень долго думала, как же мне прыгнуть там. Я думала, щучки, но я не умею, думаю, сейчас вообще все запарю, будет фигня. Потом думаю, бомбочкой, бомбочкой, думаю, не знаю, не знаю. А потом думаю, тону его, блин. Великолепный прыжок Лера в синем платье. Это было шикарно. Попрыгнула в босоножках, не пожалела босоножек. Лера, акула! Акула, Лера! Ха-ха-ха! Идут галочки! Возьмем на заметку, девчонки, будем плавать на каблуках. Меня больше всего поразило, вот как она не пожалела вот эти классные туфли. Если бы я была на ее месте, мне бы было очень жарко. Я считаю, что это было замечательнейшее задание. И именно классно, что она попала именно мне. Потому что, ну вот, ну это было круто. Ну что ж, развлекательная часть сегодняшнего вечера окончена. Перейдем к неприятной части. Итак, в зону риска сегодня попадают. Маруся. Анита. Алена. Алена. Я наблюдаю за тобой с самого начала проекта и не понимаю, кто ты, что ты любишь, какая ты. Мы постоянно давали тебе шанс раскрыться, но так этого и не увидели. Мы не поняли, что ты из себя представляешь. Вообще, вот сегодняшняя победа в конкурсе, да, то, что ты отгадала Холли Берри, это единственное, что ты сделала на проекте. Женщина-кошка. Все, больше ничего. Маруся, в твоем случае интуиция подвела нас. Ты пыталась показать себя яркой, эмоциональной. И нам казалось, что ты такая и есть. Но сейчас ты сдулась. Ты стала серой, безликой, неинтересной. Взять даже сегодняшний твой образ, который тебе достался. Может быть, он просто неудачный образ для тебя. Но я лично знаю этого персонажа, и ты не сделала даже 5% то, что ты могла сделать. Я звезда. То, что ты показала сегодня, это даже пародии не назовешь. Анита, сегодня ты боролась в команде умных блондинок. Но на наш взгляд, ты должна была быть в команде просто красивых. Твоя сообразительность оказалась на нуле. Вы вот все сейчас стоите. Вы все одинаковые. Ноль эмоций, ноль инициативы, ноль желаний. И честно, я бы сейчас вас всех троих выгнала. Чтобы вы ушли, и все, я больше вас бы не видела. Но по правилам проекта, каждый день уходит одна участница. Поэтому мы решили дать вам по одной минуте, чтобы вы сказали, почему именно вы должны остаться на проекте. И подумайте, прежде чем сказать, потому что это могут быть ваши последние слова на этом проекте. Начнем с Маруси. Я не хочу уходить с проекта, потому что я вижу себя на нем. Я хочу дальше идти. Я от многого отказалась. Я обещаю, что я покажу себя на все 100%. Я покажу себя, какая я есть яркая, такая же, какая я была. Приходила на кастинг. Я хочу, чтобы зритель меня любил. За то, что они всегда смотрели на телевизор и говорили, да, это классная девчонка, блин, она такое делала. Я обещаю, что это будет. Алена. Все то, что вы сказали обо мне, это правда. Я действительно не знаю, что я о себе думала. Просто вот как-то, наверное, пряталась за спинами девчонок. И вот сейчас вы мне сказали, и я поняла. Я прошу вас дать мне еще один шанс, чтобы показать себя, чтобы раскрыть себя. И показать себя, что я действительно интересна и многогранная личность. Анита. Я считаю, что у меня есть силы и еще будут силы, чтобы идти, бороться. И хотелось бы сражаться до конца. Ты плохая актриса. И не надо сейчас плакать, сейчас не нужны слезы. Перестань плакать. Я не могу. Вот эти вот слезы, это вообще просто, ну как обычно она стоит. Все, я не могу уйти. Я не хочу уходить от этого времени. Я не хочу. Ну тут без комментариев вообще. Я считаю, если ты выбрал себе на проекте позицию того, что ты играешь, да, то как минимум хотя бы ты должен быть хорошим актером. Это реально. Маруся, сейчас вот честно, абсолютно не вызывая жалости, вообще ни капли, но мы решили, что ты все-таки плохая актриса, но хороший раздражитель для девочек. Поэтому ты остаешься и возвращайся к ним. Спасибо. И возможно для тебя это будет даже хуже, чем сейчас уйти с проекта. Спасибо. Возвращайся. Когда она разрыдалась, это шоу, и потом ведущие говорят, что она остается. Она возвращается на место, эти слезы моментально куда-то испаряются. Мы слушали сейчас обе ваши речи. Не сказать, что кто-то сильно отличился, но Алена хотя бы громче и глядя в глаза все это сказала. А Анита что-то прошептала. Ее не было даже слышно. Это минута для того, чтобы заявить о себе, почему ты хочешь остаться. Мы просто вот так все нагнулись, чтобы услышать, что она вообще там говорит. Поэтому мы не хотим больше слушать здесь свой шепот, ты уходишь. Хорошо. Можешь попрощаться. Я потом попрощаюсь. Спасибо. Алена, ты можешь вернуться к девочкам. Я думала, что уйдет сегодня Алена. Я уже понять не могу, сколько ее можно держать на этом проекте. Потому что реально среди троих девочек она действительно самая бесполезная вещь, как ставили скетч. На этом вечерний совет окончен. Готовьтесь к новым испытаниям. Вечерний совет окончен. Ведущие отправили домой Аниту. Но вещи почему-то собирает не она. Что происходит? Что случилось? Маманжа. Русь. Чего вдруг? Потому что я раздражаю тебе по пути. Марьян. Что ты опять зашелась? Я хочу домой, Лера. Не очень приятно, когда ты говорят, тебя оставляют, только потому что ты всех раздражаешь. Маруся. Понимаешь? Маруся. Я тоже хотела уйти, но я передумала. И теперь я сейчас рада, что осталась на этом проекте. Это просто слова. Просто я не клоун. Честно, я не клоун, чтобы все раздражались. Это просто слова. Ты мне тоже орала. Ты меня тоже мочилила. Я забыла. Меня уже не раз об этом говорят. Последние слова Лены. Она мне просто открыла глаза, что от меня здесь ждут. Что я вот девчонок раздражаю, вот, видимо, да, действительно, вот я там, их там, видимо, такими вот эмоциями вызываю. И это интересно зрителю. Им интересно, вам интересно. Я что, мартышка, что ли? Не хочу ее обидеть, но вот это вот сегодняшнее ее, это выделывание. Реально, вот, я не знаю, как еще назвать. Вот я психанула, я сказала, пожалейте, прибежите, успокойте. Ну, я даже не знаю, как еще можно это назвать. Ты чего хочешь? Ты хочешь, чтобы сейчас тебе все подошли и сказали, что нет, нет, ты нас не раздражаешь. А что ты хочешь? Бывают, да, бывают моменты, когда ты переварщиваешь. Да, бывают моменты. Но отношение хорошее, оно и есть, оно присутствует. Ты неплохой человек, просто тебе нужно меньше играть на кару. Это мое мнение, я тебе об этом уже говорю. Ты только что, говорю, стояла на совете, лила слезы, рассказывала, как ты хочешь здесь остаться. В Казахстане тебе будет не так, все будет х**ло там. И сейчас этот цирк по поводу собирания вещей. Последние слова сказала Лена, если бы она мне этих слов не сказала, я бы даже не знала о том, что я тут вся раздражаю, и поэтому меня оставили. А в остальном я никто здесь, я здесь никого не интересую. Ну, это твое личное решение. Это твое мнение, я уважаю твой выбор, спасибо, но, Сима, не забудь мои слова. Она действительно хоть где-то, в каком-то месте, если она боец, она останется. Останется, хотя уже не вижу смысла, честно, уже у многих мнения поменялось к ней. Ну, вы меня озадачили. Когда-то я говорила, что не время, а сегодня время. Пожалеешь, что-то уходит? Нет, есть ни капли жалости, потому что жалость это, ну, это низкое чувство. Есть только сожаление, потому что я здесь встретила самых замечательных людей, с которыми я на время расстаюсь. Кто бы что ни говорил за камерами, реально, какие-то мнения возникали. Первый, например, нравится человек, не нравится, яркий, он не яркий. Каждый, по-любому, что для себя услышит, идет, о, вот оно, что-то. Но мы встретимся все вместе, реально. И мы все вместе и классно проведем. Поехали. Поехали. Пока! Анита, пока! Будем за тобой скучать. Смотрите, ровно через неделю. Ребятка, не убегайте! Мужчины! Опа! А ну иди ко мне. Я реально боюсь, что я сейчас убьюсь. Дочерь, я ухожу сегодня! Нет, никуда не поедай! Я ухожу! Я ухожу! Я, я, я! Ты ей говоришь, она тебя перекликает и делает с тебя дуру. Я маленькая лошадка. Правильно. И мне живется не сладко. Я больше никогда в жизни не захочу мороженое. Опять нас проучили. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова